я не знаю как я собрала каким чудом в какой-то момент я уже думала отказаться эта идея покрывала она покрывается где-то метр двадцать на девяносто может быть на 85 87 метр двадцать но я потом померяю скажу в какой-то момент я думала что я уже брошу уже не соблюдая никаких правил тут даже уже в нахлёст вот это я уже даже в нахлёст положила но я еще все буду перестрачивать поэтому такие явные спрячутся моменты я люблю вот такими строчками перестрачивать каждое соединение поэтому думаю там все спрячется потом ну все сейчас я скалываю внутреннюю как бы это сказать прокладочную часть кусок от простыни от ненужной с этим собранным куском а потом уже буду на основах составить потом сниму покажу все доброе время суток приветствую на канале закончила я подарок для внука покрывала и наволочку наволочку сделала чуть раньше немного задержалась покрывала мне рассчитала время думала быстрее смогу справиться ему хотелось более качественно сделать потом подобрать лоскутки так чтобы не не резать и не портить большие куски я не настолько профессионально занимаюсь лоскутным шитьем чтобы покупать большие куски резать их и составлять какие-то композиции я моя цель утилизировать те куски которые у меня есть это вот наволочка со вставкой изнанка цельная у меня здесь тоже то у меня было два метра кусок я поставила 90 метров ширина 90 сантиметров простите в готовом виде в покрывале вышла 87 где-то 87 наверное до узкая полосочка сошла и длина получилась его метр тридцать покрывала внуку моему четвертый год и собственно это для игры на полу для игры на полу и идея такая вот эти все полоски и дело подлиннее это у него будут дороги он любит машинки он любит у него есть гончие машинки одинаковые разного цвета он будет выстраивать будет вот так по рядочкам их ставить ехать здесь я еще на однотонных кусочках я сделала вышивку декоративную плохо наводится ну вот так отлично я еще делала декоративную вышивку на таких полосочках которые однотонные ну вот наконец-то я закончила подарок для своего внука получила огромное удовольствие большое спасибо всем кто мастер-классы дает мне конечно хочется более как бы это сказать хочется сделать лоскутные какие-то более профессиональные изделия я учусь но это доставляет мне очень большое удовольствие не бойтесь воплощайте свои идеи я считаю что это очень интересный получился подарок внуку добавка к машинкам которые я не приготовила мы все дарим ему машинки его больше ничего не интересует машинки мотоциклы самолеты то есть вся такая техника здесь у меня вы видите немного морщится но это я ставила на клеевую основу и почему-то глажу становится ровно высыхает и становится вот такая сморщена я думаю в процессе стирки там она как-то отойдет окончательно снимется я не стала срывать там где поставила получился такой эффект в общем то я свой обзор закончила всего доброго если дрожала камера зените хотелось показать каждый уголок своего изделия в общем то получилось достаточно ровненько все я думала совсем все перекосится съежиться очень даже хорошо и конечно каждый шелчек нужно гладить я старалась гладить переглаживать выравнивать шовчик шовчик у каждый шовчик я отстрочила еще вот такими всякими декоративными тоже строчками разными мне было интересно именно разными разные нитки у меня еще цель утилизация не только лоскутков а еще и не так у меня много осталось и лоскутков и ниточек от мамы ниточки не совсем подходят для моих швейных машинок у меня бразер швейно-вышивальная и швейная nx600 и старые нитки не очень качественную строчку делают поэтому я постаралась как можно больше израсходовать этих ниточек выбрасывать мне жалко я знаю есть девочки вышивают именно такими старыми хлопковыми нитками броши мне не хочется заниматься еще и брошами в моем кругу таких знакомых нет я бы подарила поэтому я решила сделать такую утилизацию успешно прошла моя утилизация и не так и лоскутков ниточек бобинок 12 остаточков я израсходовала не выбросила меня это радует я не люблю выбрасывать материалы не выбрасывать продукты поэтому даже вот такие очень узенькие полосочки я ставила никогда не думала что буду из таких тонких мелких что-то делать но они такие симпатичные видите я их тоже использовала очень долго провозилась потому что приходилось составлять совсем из манюсеньких кусочков сейчас утро у меня идут сообщения от моих клиентов поэтому помехи всего доброго до свидания занимайтесь рукоделием это очень помогает от плохого настроения от всяких депрессий тот кто занимается рукоделием всем известно не так часто впадает в плохое настроение поэтому всем хорошего дня хорошего настроения и вдохновения для вашего творчества доброе утро очень долгий проект у меня потерялись кусочки видео которое снимала пытаемся найти сейчас в памяти телефонов всех но пока безрезультатно я пошила себе покрывала из самое мое начало лоскутного шитья полгода назад я пошила себе покрывала из остаточков еще из маминых кусочков ситца я пошила себе покрывала и наволочку потом я сделала внуку вот она готовая покрывала и наволочкой я вышивала машинкой внук у меня маленький четвертый годик ему и он но он признает только машинки и когда сваха ему достала играть на полу его старенький матрас младенческий скажем так он весь машинка красивый яркий он с такой радостью он так его любит он приезжает в гости играет на этом матрасике ну конечно же вторая бабушка понимаете загорелась тем что сделала ему покрывается на пол ну и невестка попросила сделать наволочку на подушечку и есть наволочка на подушку вот с такими разными мотоциклистами и вот покрывала лоскутки я сделала специально длинные разные видите это будет как будто бы дорога можно будет играть на этом коврике ну самый самый прикол я сейчас тут уже буквально еду ему отвозить я решила что нужен карманчик секретик я сейчас зайду куплю ему маленькую игрушечку и конфетку это я чем-то мазнула только что сейчас пойду застираем полосочка или от машинки что-то запачкала я положу туда ему маленькую конфетку моему ограничиваем сладости он сладкоежка и положу маленькую маленькую игрушечку и наверное шарики куплю пару шариков положил вот то что он любит маленькие игрушки он любит разные главное чтобы это были машинки машинки мотоциклы самолеты роботы ну и вот положу ему туда маленькие секретики хотя предполагаю что потом он будет каждое утро просыпаясь там или как на куда там они решат это покрывается и когда показала невестки она сказала жалко на пол стелить наверное будет укрываться ну пусть как хотят она легенькая как раз вот сейчас на межсезонье укрываться пусть как хотят на пол или или укрываться главное что скорее всего он будет стараться туда заглядывать в этот кармашек почаще в надежде что ему туда положат какой-то гостинчик но будут ложить что ж подарочки он часто получает у нас подарочки ну все складываю везу собираю свой подарок и надеюсь найду видео которые затерялись хотелось бы конечно поделиться как я пришла я хотела утилизировать свои лоскутки которые есть а в итоге похоже что лоскутное шитье имеет способности клонироваться лоскутики ночами видимо они клонируются потому как у меня все больше и больше вот пожалуйста и я докупаю это вот мой проект который видео уже вышло вышло раньше чем мое начальное видео про лоскутики это вот я готовлю проект видите такой родил родился у меня такая пицца родилась эта техника пицца лоскутном шитье из мусора лоскутная техника из мусора пицца ну вот у меня и конечно не из мусора ну вот такая но технология та технология пиццы ну вот так вот мое рабочее место превратилось в полный бардак там у кого-то ремонт гудит труба все всем доброе утро всем хорошего дня подписывайтесь делитесь в соцсетях кто не жадный на поделиться заходите много идей много интересного и просто поболтать всех всех целую всем пока расстилай гостинца полный рот гостинцев но здесь фото и для пощупать надо быстренько расстилай расстилай вот хитрон ну так в нее же играть можно илюша ну да бабушка шовлеклась лоскутной техникой понимаете видишь а где мотоцикл это стоянка можно на стоянку ставить да это у меня машинка вот сюда стоянка вот раз можно много машин сразу видишь поставить да то наволочка да а карманчик илюша вот этот карманчик скажешь маме для гостинчиков вот туда можешь сложить свои конфетки конечно сразу а утром проснешься мама тебя туда положит конфетку или маленькое яблочко или пироженка так какой там он сразу конфет его даже игрушки не впечатлили полно игрушек ну вот доставай гоночки свои все вот можно гоночки играть смотри глянь сколько трассы видишь сколько много трассы установи и в гонки будешь играть он пока конфеты не съест не это мы покупали ну это вот сначала сострачиваются куски вот это вот посредине ставила потом обшивала обшивала и такие куски а потом уже эти куски между собой еще собираются да и там трасса у тебя на ковре видишь трасса номер пять полный рот конфет и он знает где трасса видишь какое покрывало хорошее ты заберешь его к себе домой с мама и с папой будете играть даже тем по машинке да и с друзьями можно на нем играть правда ну вот июша застелить там возле своего дивана да у него там диван такой красивый ну да и можно вместо коврика а можно укрываться он ситцевый видишь лодочка по-синему плывет да а гоночная по горячей дороге едет где там пассажиры вон они вон они пассажиры попадали ждут вот так видишь как хорошо и стоянок много да илюша я себе тоже сделала да на кресло-кровать а это пепа да пепа будет плыть да а жоржа что ждет машину ждет жорж да илюшечка что он ждет автобус будет ехать к пепе а я тут как стоянка да у меня тут стоянка машин а я не туда